Увеличить серийное производство тяжелых транспортников ИЛ-76МД-90А. Это не только ключевой проект Объединенной авиастроительной корпорации в сегменте транспортной авиации, но и основная загрузка для филиала ПАО ИЛ-Авиастар. В планах предприятия увеличить объемы производства и по другим проектам. Речь идет о кооперации по МС-21 и ИЛ-114-300. Новые кадры необходимы. Привлечение специалистов, обучение и условия труда обсуждали сотрудники с руководством завода и губернатором Алексеем Русских. У нас почти два года уже с момента подписания соглашения о социальном партнерстве. И сам формат социального партнерства, на мой взгляд, взаимовыгрышен. Мы работаем над загрузкой завода, над тем, чтобы здесь выполняться. Можно большее количество контрактов, большее количество самолетов. Для этого нанимаем большое количество сотрудников, платим высокий заработный плат, в бюджет, потому что начинаем значительный час средств на наряжение всех задач. Правительство, в свою очередь, помогает в обучении и подборе персонала. С 1 апреля на Авиастаре проиндексируют зарплату на 7,5%. Действует корпоративная жилищная программа, по которой работникам помогают приобрести жилье по ипотеке. Мы будем все делать для того, чтобы были обеспечены работниками, были обеспечены жилье. В заводе гигантское жилищное строительство ведется, и в первую очередь приобретателями этих квартир являются работники Авиастары. Мы продолжим программу губернаторской ипотеки на эти цели. В 20-м году было выделено более 6 миллионов рублей, это первоначальный взнос для отдельных категорий работников. На данный момент на заводе работает почти 12 тысяч человек. С начала года, как отметил губернатор, на завод привлекли еще 450 новых сотрудников. Кроме того, ведется большая профориационная работа со школьниками. А благодаря федеральной программе «Профессионалитет», которая действует в авиационном колледже, на работу устраиваются. Выпускники.